В 1939 году Товарищ Сталин Создал так называемые ЛДВы резервы По какой причине я не знаю Меня Деревенского ребятенка Был мне 13-17 лет Отправили в Москву Учиться в ремесленное училище 33-е ремесленное училище Было при А на все училища были при заводах Наш училищ был При заводе аэрофотоаппаратуры Стояли мы Училище было на Большой Ордынке В центре А Общежитие на Озерковской набережной Далеко И так я Там учился Сорковой и 41-й В 1939-м осенью приехал туда Сорковой и 41-й до войны Мы каждый выходной Ездили туда же было не то, что сейчас Все бесплатно На озеро Парк Цепко имени Горького Кататься на лодках И вот воскресенье это было Начало войны Мы пошли в парк Покатались и на обед Идем, смотрим Что такое толпа собралась Тогда репродукторы такие Висели на столбах Репродукторы Подошли И вот услышали Когда немец подошел Совершенно близко к Москве Училище В Горьке А мы с парнем Говорим Мы и поедем Пойдем домой Ведите Дали им продуктишков Он уложил костюм Ботинки И мы пошли А я сам Соризанская деревня Село Чомбар Все мои Как говорится Насколько я знаю свою Ну примерно до третьего колена Они занимались крестьянством Отец не занимался крестьянством Он за гражданскую войну пришел И поступил в лес И работал Лесником Объездщиком Лесничем И в лесу так На кордонах мы жили И так он помер Когда мне было 12 лет Дед По отцу Был в начале 30-х годов Раскулачен Дед по матери Зенский врач Поэтому матушка моя была Очень значительная Любил читать Ну добрался На деревню И там я был два года В колхозе Пахал Сеял Косил Заготовки Возил был бригадиром Избрал Бескарь Горьковской организации Там Вызывали В райкома Ругали Потому что плохо В колхозе Вместе с председателем Извините Там не было мужиков Не было Тректоров А делали все На лошадке Плугом Но все равно все Поля Ни одна сотка Не оставалась Не допускали Что бы сотка В колхозе Осталась пустой Засевали Сдавали Та же Работа Все женщины Работа Тяжелая Люди работали Знаешь Что нужно работать И в 43-м году К осени Меня призвали в армию Воевали мы трое Старший брат Вернулся Тоже офицеры А сестра Средняя Погибла Погибла Трагически Ее призвали В 42-м году По грузоводской путевке Она выучилась На радистку В Москве И отправили В партизанский отряд Когда партизаны Отряд их Оказался При Карпатии Она летала Из одного отряда В другой Там в общем Как бы Все знают И парашют При приземлении Зацепился За большую сосну Когда товарищи Пришли С партизанского отряда Посмотрели Сосна 10 метров Вообще Ничего нет Сучьев А дальше Только Сучьи Они побежали Мастерить Какие-то Но Когда Начали возвращаться Она им кричит Немцы Но их мало А немцев Много И так она погибла Ей памятник установили В Прикарпатии Книгу написали про нее Когда мне Задают вопрос А вот Нужно ли было Вот Начинать Рассусоливать Жертвовать Бросаться За пулемет Панкратову Красилову Черемнову И Яросеменко А я говорю Кто хоть раз Был в бою С ружьем Непосредственно Не просто Где-то там Это совершенно Состояние Другой человек Все Зываешь Нужно Вот Вот Враг И нужен его Когда ты Идешь в бой Не вспоминаешь Ни родных Ни незнакомых Я получаю повестку И нас В то время Уже Верховное командование Это было Окончание Ноября 43-го года Что этих ребятишек Посылать На фронт Родовато И меня И Шалоном С Шалухова И в Монголью Там стоял 36-я Ордена Ленина Дивизия Моцтрелковой 24-й Моцтрелковой Полк А Старослужащих Солдат Всех С полка Отправили На Западный фронт Это Землянки Ни блинки Ни травинки Ни водички Там Степь Пустыня И так мы 44-й год Весь с утра До вечера Тревога Учения Стрельбище Тревога Учения Стрельбище Вы же знаете Что Америка Твела с Японии И в декабре 41-го года Вот японцы Так им дали Пер-Харбор Как он называется Там 3000 моряков Погибло Их корабли И самолет И если они Подсчитали Прямо Рузов сказал Если мы Останемся Один Нам потребуется Полтора года И примерно Миллион Жертв Поэтому Желательно Чтобы Советский Союз Поддержал Как они Нас И Сталин Дал слово Через три месяца Мы Ступим Войну С Японией И вот В июле Месяце Нас Подняли Своих Землянок Зимних И мы Пошли Примерно 400 верст По пустыне Где нет ни водички Ни травинки Ни блинки Это же Раз страшнее Вот Идешь Ну Мышина Посмотришь Некоторый раз Солдат Идет В сторону Пришел Пошел Пошел За этот Поход Сталин Всем объявил Письменную Благодарность Почему мы Вступили Вот Некоторые Задавили Зачем Это Нужна Была Я Ну Во-первых Договор Союзнический Он должен Всполняться А во-вторых Япония Нам Очень много Задолгала За Пятый 1905 Год Четвертый Пятый За Южный Схалин За Порт Артуру Порт Дальний Курильские Острова Испытывать Атомную Бомбу Впервые На людях Это Преступление Не было Необходимости Необходимость Не было Знали Что Она Будет Стерта С Лица Земли Если Нужно Было Не было Необходимости Никакой Ни по Какому Особенно По Военному По Оперативному Как Говорится Замыслам Силы Были Неравны Участь Я помню Была Предрешена И Сбрасывать Это Просто Испытание Для Устращения Которое Продолжается До Сегодня Сейчас Войны Войны Идут И Как Ребята Дерутся Не За Любовь Девушки А За Деньги Я же Семь лет Семь лет С Курсантской Два Года Служил Срочной Службой Семь лет И Когда Не Увольняют У меня Был у нас Хороший Царанок Подполковник Замполит Полка А я работал В штабе Он говорит Давай в училище Я Один год Прописывал Мне в 48 Хотел отправить Давай в училище Скоро Война будет Тогда Япон С корейцем Там Воевали С китайцем Вот Пойти Опять В бой Или Офицером Или Солдатом Ну Так Он Би Увы Дело Политрука Воспитание Личного Состава В Его Мастерстве Выполнение Своих Обязанностей Спокойно Без Срывов Помощь Если У них Какая-то Есть Семейная Пришла Трампа Помочь Ему К настоящему Политруку Обращать С этим Много Не только Вот Ко мне Когда я Стал Уже Заместителем Командира Частей Жен Офицеров Прапорщиков Приходили Как Наиспоед К батюшке Если Людей Людей Не просто А людей Строителей Выдающихся Ученых Военных Победителей Вот Показывать Этот период Какие-то Жили Изгои Вообще Ничего Вот Наш Перед Нельзя Пушкину Прекрасно Сказал Уважение К минувшему Вот Черта Отделяющая Образованность От дикость